Всем большой привет, друзья! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Все больше и больше смартфонов отказываются от 3,5-миллиметрового джека. Все больше и больше смартфонов переходят на то, чтобы заставлять нас с вами, друзья, пользоваться беспроводными наушниками. Ну, либо наушниками, которые подключаются либо там через Type-C, либо через Lightning. Но это уже некий компромиссный вариант. В целом, все нацелено на то, чтобы мы с вами пользовались беспроводными наушниками. Именно поэтому я решил потестировать новые наушники Galaxy Buds от компании Samsung. И, вы знаете, я посмотрел несколько обзоров от крупных каналов, посвященных технике на YouTube. И, вы знаете, мне показалось, что там какие-то моменты не указаны. И, вы знаете, там не минусы не указаны, а там не указаны нюансы. Нюансы использования. Именно поэтому я хочу вам сегодня рассказать о наушниках Galaxy Buds, которые, кстати, бесплатно раздавались в виде подарка Galaxy S10+, но потом эта халява прошла, ясное дело. Короче, давайте посмотрим. А так-то они стоят, кстати, 10 тысяч рублей. На секундочку, подарочек на 10 тысяч рублей. Неплохо, неплохо. Короче, вся правда и опыт использования Galaxy Buds от меня. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Во-первых, друзья, компания Samsung работает с AKG или AKG. Именно AKG делает эти наушники с 1947 года, если мне не изменяет память, занимается AKG-звуком. В целом, хорошая профессиональная компания. Samsung молодцы, что купили ее. Теперь она к своим Galaxy S10+, или S10, и вообще Galaxy S, кладет наушники AKG. Не беспроводные, но все равно хорошо звучащие. И все всегда говорят, ой, какие Samsung молодцы. Кстати, я не знаю, а кладут ли наушники от AKG в серию, там, например, А50, А60. Напишите, пожалуйста, если вы в курсе. Короче, эти наушники шли подарком к Galaxy S10+. Сами по себе они сейчас стоят 9900 рублей в официальном Samsung Story. И самое главное, что особо-то подешевле их и не купишь. Я нашел в Яндекс.Маркете вариант, там, за 8500. Ну, как бы и все. Вариантов, на самом деле, очень-очень немного. Хотя наушники мне показались интересными. Но я обо всех нюансах постараюсь вам рассказать. Первое. Значит, у всех людей вообще разное представление о том, что такое хорошо и что такое плохое. Вот мне, например, показалось, что коробочка неплохая. Единственное, мне в какой-то момент было сложно вот так вот вытащить, а так как нет никаких язычков. Все остальное хорошо. А вот мой товарищ мне говорит, что за дешевая китайская какая-то коробка. Неужели Samsung не могли сделать нормально? Я такой, ну окей. Ладно, смотрите. В коробке есть наушники, а также в коробке есть провод и амбушюры. Причем, что самое интересное, здесь помимо самих амбушюр, здесь есть еще вот такие вот штучки, резиновые прокладки. Они надеваются на наушники и помогают держать ухо. Они немножко разных размеров, и это хорошо. Компания Samsung заботится о своих потребителях. Ну, мы знаем, что, например, компания Apple такого не делает. Кстати, конечно же, эти наушники стали все сравнивать с Apple. Начали говорить, что это убийцы AirPods и так далее. Ну, убийца не убийца, но хорошую конкуренцию составляют. Откладываем коробочку, она нам больше не понадобится. Вот они, герой сегодняшнего обзора. Samsung от AKG. Ну, во-первых, про коробку. Значит, смотрите. Коробка, знаете, мне чем понравилась? Тем, что она матовая. Потому что у меня были AirPods, и там коробка глянцевая. И она прямо затирается, а точнее убивается в усмерть. Просто при, там, двухнедельном использовании. А так как ты их носишь постоянно в кармане или еще где-то, они обо что-то трутся. Все. Убиваются напрочь. Эти наушники пролежали у меня в кармане уже 2-3 недельки. И все с ними, на самом деле, хорошо. Она немножко стала грязная, понятное дело. Но в целом, никаких царапин я, по крайней мере, не вижу уж тех страшных, которые были на коробочке AirPods. Я, так или иначе, буду сравнивать с AirPods, хотя не так много буду это делать. Постараюсь вам рассказать и хорошие, и плохие вещи. Первая хорошая вещь, это то, что берете наушники, включаете свой Galaxy S10+, открываете наушники, и, собственно, они коннектятся. Да, то есть, как и компания Apple, организована такая же штука. Раз, приконнектились. Все, написали мне. Заряд 100%. Кстати, к этим наушникам идет специальное приложение, называется Galaxy Wearable. Не знаю, как правильно произносится. Тут, знаете, какой важный момент. Если вот у вас Galaxy S10, например, то здесь все хорошо. Если у вас, ну, например, смартфончик от Meizu, то помимо того, что вы скачиваете вот это приложение Galaxy VR, вы еще скачиваете два других приложения для того, чтобы это работало на Meizu. Плюс магия, касающаясь того, что вот вы первый раз открыли, и у вас приконнектилось, этой магии с Meizu, например, не будет. Также этой магии не будет и с iPhone, хотя с iPhone тоже в целом все работает. Ну, тут вы просто, по сути, коннектите, как обычное Bluetooth-устройство. Это неплохо, нехорошо, но это просто определенный факт. Но хорошо, что к Samsung коннектится все очень здорово. Значит, смотрите, какая штука. Я же человек, типа, опытный, поэтому что опытные люди делают? Они не читают инструкции. Ну, мало того, что на самом деле здесь в коробке-то инструкции нет. То есть я, когда первый раз их открыл, я не смотрел других обзоров. Я просто их открыл и такой, как же их коннектить? А на тот момент у меня был не Galaxy смартфон, а Meizu. И поэтому как-то все автоматически-то не произошло. И я такой, блин, как же надо коннектить? И, честно говоря, совершенно случайно я надел наушники внутрь, докоснулся до сенсорных панелей. И оказалось, что так и надо было сделать. Короче, я подумал, что делать? Я быстро полез в Google Play и начал, написал, соответственно, Galaxy Buds. И мне вылезло вот это приложение Galaxy Verbal. Я его скачал, и здесь есть советы. И как раз-таки советы говорят о том, как же надо запускать наушники. И если это не Samsung, то вы сначала вытаскиваете эти наушники, вставляете, нажимаете с двух сторон. Происходит коннектинье, так сказать, сопряжение по Bluetooth. И тогда они начинают работать. Это хорошо. Значит, нехорошо, что надо скачивать три приложения. То есть люди, которые, наверное, пользовались iPhone'ом и которые возьмут в руки эти наушники, но с другим телефоном на Android. Они такие, блин, ну опять эти костыли на Android. Скачай это, скачай это, скачай это. И это правда. Мало того, что ты скачиваешь вот эти все приложения, ты еще постоянно разрешаешь записывать голос. Разрешаешь там это, разрешаешь это. Короче, ну куча настроек. Ну, Android все по-своему. Делать вы эти, знаете. Мы, собственно, за это Android и любим, да, что у него такие есть куча настроек и немножко костылей. В отличие, кстати, от AirPods, есть вариант черный, есть вариант белый и есть такие яркие зеленые. Они, как мне кажется, неплохо держатся в ушах. Единственный важный момент, вы знаете, что прямо важный момент, что их надо именно засовывать в уши. То есть если вы просто поместите их в уши, их надо еще вот так немножко прокрутить, прямо немножко так прокрутить, чтобы они туда, оп, зашли, как вкладыши. Вторые засовываете, тоже надо прокрутить. Почему я говорю это? Потому что если вы не прокрутите, если вы не прокрутите, то тогда наушники будут звучать хуже, потому что когда вы их прокручиваете, грубо говоря, в ухо попадает само устройство, и оно начинает звучать гораздо лучше, воспроизведя и низкие все остальные частоты. Если вы чуть-чуть не докрутите, то наушники не до конца будут залезать в ухо, и поэтому не будут давать нужного звучания. Это важный момент, потому что я как-то попался на этом, как раз-таки, когда их просто засунул, как будто бы до конца. Но думаю, что за звук-то такой дурацкий? Короче, да, это обратите на это внимание. Следующий момент очень важный, просто очень важный, он меня прямо реально напряг, потому что я тогда ходил с Meizu, вот, Meizu. Как обычно бывает, ты засовываешь наушники, включаешь их, слушаешь музыку, и такой думаешь, тиховато, тиховато, ты берешь, включаешь громкость на максимум, а у тебя, собственно, он показывает Bluetooth громкость, и он показывает ее на максимум. И ты такой, блин, ну, тихо, тихо же. А ты дальше такой, окей, может быть, можно как-то из приложения поднять громкость, и ты запускаешь приложение. Сейчас мы подключим наушнички. Я надеюсь, они сюда не подключились. И ты включаешь приложение, думаешь, ну, окей, сейчас есть приложение, сделаю погромче. И смотришь, а тут про громкость-то ничего нету, здесь есть эквалайзер, да, здесь есть уведомления, сенсорная панель и так далее, про громкость ничего нет. И ты такой расстраиваешься. И я, честно говоря, на этом моменте немножко тормознул, а потом посмотрел как раз-таки, как же можно увеличивать громкость при помощи самой сенсорной панели. Слава богу, что сенсорная панель есть и справа, и слева, и вот если как раз-таки зайти уже в уведомления сенсорной панели, то здесь как раз-таки написано, как можно увеличивать громкость еще самих наушников. То есть, я бы сказал, вы знаете, вообще это немножко странно, что есть как бы громкость на наушниках, и есть громкость на телефоне, и это две разные вещи. В моем представлении они должны быть единым. То есть, не должно быть такого, что ты максимально выкручиваешь громкость на телефоне по Bluetooth, а потом еще дальше докручиваешь ее при помощи наушников. Это как будто бы немножко странно, да, вы не находите? Ну, такая вот система есть. Значит, очень все просто. Вставляете наушники. Кстати, когда вставляете наушники, они такие пум-пум. Это хорошо. Мне нравится, когда происходит общение со слушателем, но мне, кстати, больше нравится, когда они не издают звуки типа пум-пум, а когда они говорят, например, Samsung is connected, или connecting, или, ну, короче, общаются со мной, или там, shutting off, например, когда они заканчивают свое действие, ну, потому что, например, села батарейка, аккумулятор. Мне нравится, когда они общаются. Они? Нет, просто вот пум-пум. Но, собственно, большое количество наушников воспроизводит именно какие-то звуки, и я, кстати, помню Sony, вот Sony, большие такие наушники с шумоподавлением, они как раз-таки общаются с тобой. Мне кажется, это прикольно. Так вот, ты вставляешь наушники, и уже здесь держишь правый наушничек, они становятся тише, держишь, нажимаешь, держишь левый наушник, громкость вырастает. Все, теперь ты понимаешь, ага, на самом деле они могут звучать громче, потому что я, честно говоря, когда подключил их к Meizu, такой подзапарился немножко. Как же так? Вроде Meizu всегда были такими аудиофильными смартфонами, а в итоге раз, и не громко. Но все, все нормально, ребят, наушники работают громко, это хорошо. Также, знаете, что хорошо? Вот это определенная магия, когда ты наушники засовываешь, звук воспроизводится. Смотрите, сейчас YouTube-чик включу. Вот, например, Аргумент 600, кстати, очень прикольный канал, посмотрите как-нибудь. Так, вот он у нас звучит. Мы вытаскиваем один наушник, и они не остановились. Почему-то. На самом деле, должен был остановиться. Должен был остановиться. Сейчас давайте еще раз. Так, друзья, чего меня подводите? Так, достаем. Блин. Ну как так? Стоп, это работало. То есть, всю дорогу это работало. Да, косяк. Не мой косяк. Косяк Samsung. Я хотел про них рассказать, какие они молодцы. Ну ладно, окей, хотя бы так засунем. Второй тоже наушник засунем. Два. Все, ну хорошо хотя бы. Тут они остановились. Вообще, вообще, видимо, это не до конца четко работает, хотя у меня в первый раз так получается. Ты вытаскиваешь один наушник, останавливается воспроизведение, вытаскиваешь, потом, например, включаешь на Play, вытаскиваешь второй наушник. Также оно останавливается, когда ты наушники кладешь на базу. Раз, это хорошо. Из базы наушнички достаем, засовываем. Он сам не стал воспроизводить, ну да ладно. Так, еще раз, окей. Раз, достали. Не остановилось. Засунули. Не остановилось. А, вот, высунули, теперь остановилось. Короче, работает как-то вот так себе, но по идее должно работать. Может быть, дальше прилетят какие-то обновления, потому что периодически, кстати, в приложении прилетают обновления. Что самое интересное, если ты их поставил сюда на зарядочку, теперь нажимаем Play. Звук. Звук продолжает звучать из наушников. Закрываем. Нажимаем. Нажимаем. Ага. Теперь нажимаем. Голос уже воспроизводится отсюда. Это хорошо. Короче, видите, да, технология почти хорошо работает, но немножечко надо допилить. По поводу звучания. Мне нравится, как звучат эти наушники, но смотрите, какая штука. Эти наушники внутриканальные. То есть, они именно засовываются внутрь уха для того, чтобы звучать максимально в барабанную перепонку. Но здесь, знаете, какой важный момент? Они не до конца засовываются. То есть, я до этого носил, знаете, какие наушники? Вот такие. Ну, это no name, но не суть. Я, кстати, сделаю сравнение их. И вот в чем суть. Вот эти наушники, которые no name, они гораздо более глубже проникают в ухо. И тем самым дают возможность лучше слушать музыку в громких местах. То есть, это факт. Они прямо залепляют ухо. И если ты хочешь абстрагироваться от всего, что есть в мире, то называется, кстати, Groove. Я внизу оставлю ссылочку на ребят. Вот такие наушники стоят там 3-4 тысячи. Звучат очень неплохо. Я вообще сделаю потом сравнение. Бац, и Groove. А вот эти наушники как будто бы не до конца залезают. И все хорошо, но после них ты чувствуешь, что нет, нет, чуть-чуть не хватает. И как раз из-за этого, кстати, проникают некоторые посторонние звуки. И, ну, например, в самолете ты все-таки слышишь, что происходит вокруг. В отличие, например, от таких наушников, которые все залепляют. И тут, кстати, есть еще один момент, о котором не рассказал ни один обзорщик. Я даже не знаю, почему. Ведь не только у меня одного есть серого ушах. То есть, я бы сказал вообще так. Это проблема для всех внутриканальных наушников. Когда ты их засовываешь внутрь, на них скапливается сера. Поэтому, ну, я уже понял. Всегда, перед тем, как засунут наушник, надо, наверное, носить с собой ватную палочку. Либо, ну, хотя бы пальцем. Просто хотя бы пальцем. Я надеюсь, что я сейчас не рассказываю какие-то странные вещи. Да, не только у меня одного из серых. Пальцем прочищаем. Ну, да, реально, это, ребята, так. Потому что, если не прочищать, вот не делать вот эту процедуру, то скапливается сера вот здесь. И потом эта сера оседает на самой мембране. Понимаете? И оттуда уже ее так проблематично вычистить. То есть, я даже хотел записать специальное видео, чтобы рассказать людям, как вычищать серу из вот этих наушников. А для этого я начал рыться в интернете, на ютюбе смотреть, как же люди-то ее вычищать. И реально, ну, нету нормального способа вот такого, чтобы можно было раз. Просто, если вы, кстати, знаете какой-нибудь прикольный способ, как это можно сделать, напишите, пожалуйста, в комментариях, как чистить наушники мембраны от серы. И знаете, в чем суть? Если взять вот такие, грубо говоря, стандартные наушники, то амбушюра сделана у них таким образом, что сам динамик находится достаточно глубоко по отношению к краю. Даже если сера оседает здесь сверху, то ей требуется дольше времени, чтобы, ну, со временем, да, дойти до самого динамика. А вот здесь вот амбушюры сделаны таким образом, что динамик на самом деле находится достаточно близко к краю. И я, честно говоря, от этого поднапрягся, мне показалось, что из-за этого сера будет оседать на наушниках, гораздо быстрее, и быстрее их забьет. И я такой, блин, ну это же плохо, как-то конструктивная непродуманность. Тут, кстати, вот на самих амбушюрах есть такой каналчик. Я так подозреваю, что он сделан для того, чтобы краски сера оседала на нем, но не проникала внутрь. Поправьте меня, если это просто мои догадки. Если снять амбушюру с этих наушников, а также снять амбушюру вот с этих обычных наушников, назовем их так обычными, то в обычных наушниках есть некое углубление, куда как раз-таки... Ой. Куда как раз-таки серые попадает. А вот если взять наушники от Самсунга, то здесь серая оседает сверху, вот на этом металлическом каркасе, но ее отсюда можно снять, потому что этот каркас выпирает. В отличие от каркаса и сеточки, которые находятся вот на этих наушниках, потому что здесь все утоплено. Здесь уже очень проблематично все доставать. Там зубными щетками нужно чистить и так далее. А здесь раз, грубо говоря, ты вот рукой. Рукой лучше не делай, потому что ты так или иначе туда внутрь будешь засовывать. Но в целом есть возможность почистить гораздо проще. И либо это такая удача у Самсунга, либо они действительно это продумали, и прямо вот мне показалось, что в этом отношении они молодцы. И, кстати, из-за того, что наушники ты не засовываешь глубоко в уши, они сидят удобно, и ты их не замечаешь. Да, это важный момент. 6 граммов они весят. Коробочка весит 40 граммов. Внутри аккумулятор на 58 мАч. И он дает примерно, ну, знаете ли, на коробке написано 6 часов воспроизведения и 7 часов еще после того, как ты зарядишь их один раз через кейс. Я бы сказал, что 6 часов воспроизведения музыки они все-таки не дают, но часов 4-5 они работают уверенно, и мне кажется, это хорошо. Молодцы! Да, кейс дает небольшое количество заряда, то есть, например, по сравнению с AirPods'ами, те, грубо говоря, могут заряжаться еще несколько раз, и в итоге 24 часа в сутки работать в воспроизведении музыки. Здесь такого нету. Правда, важный момент для того, чтобы вы могли свои Galaxy вот таким образом зарядить, ну, или какое-нибудь другое устройство, вам нужно это все дело включить. Все, на самом деле, очень просто. Опускаете шторочку, здесь прямо есть обратная зарядка. Нажимаете, она включается, вот, можно зарядить. Установите, пожалуйста, вот сюда. Окей. Значит, мы опускаем, кладем, кладем. Он что-то дернулся. Беспроводная зарядка. Короче, надо положить по центру. По центру. Подробнее. По центру. Ну, окей. По центру. О! Все. Прямо по центру. Все, заряжается. Надо поймать этот момент, чтобы заряжать их именно так. Я до этого пробовал заряжать беспроводным способом, но как-то у меня до этого ловилось все побыстрее. Все, заряжается. Оп, убрали. Не заряжается. Давайте вернемся к нашему приложению. Здесь есть одна очень важная особенность. Помимо эквалайзера. Помимо того, что вы можете настраивать уведомления, какие будут прилетать к вам туда во время использования, здесь также есть, ну, сенсорная панель, да, которая вам рассказывает о том, каким образом вы можете включать, выключать, там, отвечать, например. Один раз коснулись, там, ответили на звонок. Второй раз коснулись. Звонок сброшен. Также там, стоп. Опять же, коснулись play. Можно два раза, три раза. Также есть штука под названием поиск наушников. Нажимаете. Смотрите. Начать. Что-то наушник. Берем сюда. Начинает пищать. Начинает. Слышите? Начинает пищать. Будет пищать, пока не нажмете отключить звук. Продолжает пищать. А, это правый. Окей. Окей, это правый. Так. Вот. А еще, знаете, какая штука здесь есть? Это звуковое окружение. Он просит надеть оба наушника. Вот в чем суть. Значит, мы надеваем наушники. Так. Левый, правый. Брякнули. И здесь появляется звуковое окружение. Что это такое, друзья? Эта вещь сделана для того, чтобы, когда вы надеваете наушники, вы немножечко обрубаете связь с внешним миром. Так вот, звуковое окружение дает вам возможность слышать все вокруг. Вы его нажимаете, и бах, вы начинаете слышать. Вот даже сейчас я начал слышать свой голос. Причем таким высокочастотным звуком, таким ц-ц-ц. Плюс. Если кто-то будет шуршать здесь пакетом, или кто-то здесь будет... Пролетит, может быть, муха, и я прямо все это услышу. Я становлюсь как кошка. Извините. Урок театрального кружка закончился. Но на самом деле суть именно в этом. Да. Звуки, которые нас окружают, они попадают в микрофоны, перерабатываются, увеличиваются. Здесь даже есть специальная такая опция. Знаете зачем? Чтобы был в приоритете голос. Ну и, соответственно, когда голос в приоритете, вот я прямо сейчас его выключаю, или... Вот я прямо сейчас, если его выключить, то я его хуже слышу. И если я включаю его, я прямо начинаю его слышать чуть-чуть получше. Но вы знаете, какая вещь? Вот я как раз-таки проводил эксперимент, включил звуковое окружение, подошел на кассу и пытался понять, что мне говорит девушка. Реально я ничего не слышал, что мне говорит девушка. То есть я вот до того, пока я не сделал вот так, что я ничего не понимал, о чем мне говорит девушка. Поэтому вот эта вещь, звуковое окружение, но в рекламе говоря, что вы можете вот просто без проблем с кем угодно общаться, вообще все хорошо слышать и так далее. На самом деле, не-не-не, это так не работает. Да-да-да, ты начинаешь слышать какие-то звуки, которых раньше, причем и не слышал, потому что они тебе прямо в ухо летят, как там кто-то шуршит чем-то и так далее. Но так, чтобы ты мог нормально общаться с людьми, нет, у меня это не получилось. Возможно, у вас как-то по-другому все происходит. Не знаю, напишите. Ну и если у вас, например, есть iPhone XS или еще какой-то, вы в целом можете без проблем использовать наушники, я сейчас отключу их отсюда. И давайте подключим их к iPhone. Так, сделаем с сопряжением, заходим в Bluetooth. Туз, нужно сделать вот так, докоснуться. И по идее сейчас должно происходить обнаружение. Meizu 16 хочет к нам присоединиться. Так, еще разочек. Сейчас все будет. Достали. Засунули, коснулись. Где эта магия? Где эта самсунговская магия? Может, они куда-то присоединились к другому наушнику? Ну что, куда они делись-то, наушнички? Ну окей, давайте их вот так. Опустим. Bluetooth выключим. Теперь включим Bluetooth. Достанем наушники. О, все, появились. Galaxy Buds. Окей, нажали. Включились. Плям. Произошло. Все, теперь нажимаем. И, например, посмотрим. Обзорчик. Вот от Ferrum.com. Так, звук есть. Так, значит, нажали один раз. Переключилось на следующий. Так, один раз. Раз. Так, один раз. Один раз. Остановилось. Один раз. Продолжили. Теперь. Один раз. Остановилось. Один раз. Продолжили. Два раза. Следующий. Теперь уровень громкости. Проверяем. Здесь у нас Siri появляется. Если долго зажать, это по аналогу с AirPods. А если долго. Здесь тоже появляется Siri. Громкость, соответственно, увеличивается, уменьшается через смартфон. Вытащили. Не остановилось. Вытащили. Остановилось. Засунули. Продолжилось. Так, теперь вот это вытаскиваем. Второй вытаскиваем. Не остановилось. Засунули. Закрыли. Остановилось. Ну, через раз. Да, ну окей. Самое главное, что работает. Единственное, видите, какая интересная штука. На iPhone сделано так, что вся Bluetooth громкость идет через смартфон. А на Android сделано так, что ты можешь увеличивать громкость при помощи телефона. А также еще ты ее увеличиваешь при помощи самих наушников. То есть 2 на 40 громкости, как я уже сказал, это немножко странно. Важный момент еще в том, что наушники поддерживают Bluetooth 5.0. И, с одной стороны, это хорошо, да, потому что это и расширенная зона действия. И всякие различные штуки, типа поиск предметов с точностью нахождения до, там, 10 сантиметров. Но, если, например, у вас смартфон лежит в заднем кармане, и при этом наушники надеты, периодически происходит так, что пропадает сигнал. То есть сигнал Bluetooth проходит через ваше тело и где-то там блокируется. Это не всегда происходит. Я даже не могу какую-то закономерность выявить, почему иногда это происходит, почему в основном все работает хорошо, но иногда это происходит. Если вы, кстати, в курсе этого вопроса, напишите, пожалуйста, в комментариях. Еще у меня был такой глюк, наушники в закрытом положении лежали, но при этом я включал музыку со смартфона, и она шла туда, в наушники. То есть они не расконнектились, и поэтому звук шел туда, а не на другое устройство, которое мне было нужно. И это было как-то странно. Я так понимаю, что глюки, конечно же, бывают везде, что-то говорить. Но, в любом случае, вот такая штука была. Да, друзья, давайте подведем итоги. Я много говорил, надеюсь, что вам все это дело было полезно. Короче, 9900 сейчас стоят эти наушники. Круто, конечно же, если вы их смогли получить в виде подарка Galaxy S10+. Да, безусловно, это так. Но время предзаказов уже прошло. Так что 9900 в официальных магазинах. Ну, а самый дешевый вариант 8500 рублей. Мне кажется, что хороший получился продукт у компании Samsung, потому что это именно продукт. Это не только наушники, которые ты засунул, и они работают. Нет, это еще все-таки некая экосистема. Ты открываешь, подключается, вытаскиваешь, устанавливается и так далее. Да, не все работает гладко, идеально. Но, наверное, допилится в скором будущем, и все будет окей. В общем, что вы думаете по поводу этих наушников, или какие хорошие альтернативы этим наушникам, вы знаете. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет, честно говоря, очень интересно, потому что, ну, конечно же, купить наушники за 10000 хорошо. Но хорошо же купить наушники и за 4000, и за 5000, и за 3000, и за 2000. На Алиэкспрессе я покупал беспроводные наушники за 800 рублей. Так себе вариант, но не суть. Вот такие можно купить в наушнике за 4000 рублей. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Я надеюсь, что видео было вам полезно. Спасибо большое, что были со мной. И давайте на этом прощаться. Не забывайте, кстати, подписываться на канал и колокольчик ставить. Мне это важно. Все. Максимально честно все рассказал. Пока.